сегодня я сделала макияж по просьбе по вашей для глаз с новейшим веком это то что присутствует у очень многих это совершенно не означает что это трудный глаз здесь просто нужно некто как бы хитрости использовать а в целом это в общем то мой обычный макияж который я как бы я использую всегда как бы технику за исключением пары там разных стрелочек которые вам покажу по ходу как я это делаю кому интересно продолжайте смотреть и скоро увидимся пока итак начнем сейчас я покажу вам свои глаза какие они есть у меня в неглиже то есть как мы определяем есть у нас так называемый худой то есть новейшие века или нет и не всегда это все так сказать черное белое иногда бывает так что зависимости от вашего состояния я уже об этом делала видео по моему года два или три назад зависимости от состояния иногда состояние кожи от вашего собственного здоровья как вообще вы определяете то есть вы смотрите прямо в зеркало на себя нужно обязательно чтобы зеркало было на уровне глаз я всегда ставлю повыше вот зеркало вот так на уровне глаз то есть я когда смотрю на себя я смотрю на себя прямо они вниз вот так вот это очень важно значит здесь зависит конечно от вашей конституции от вашего строения к насколько низко брови брови вот эта вот кость находится глаз но насколько это низко и также от возраста конечно но некоторые с молодости например кейт мосс она всю жизнь у нее нависшие века может быть вы не замечали но есть очень много известных людей и актеров актрис и и манекенщиц в том числе с новейшим веком и поэтому никакой в этом трагедии нет это нужно просто умело обыграть и иногда даже это смотрится очень сексапильно поэтому особо сильно не переживайте так вот если я посмотрю прямо на себя как таковой кожи у меня кожа не закрывает то есть нависшие века это когда вы сейчас я его вытащу так вот то есть я могу еще и так делать вот если кожа у вас накрывает вы смотрите прямо и если у вас вот так вот кожа нависает на ресничную вот эту полосу где растут ресницы это это на вешеве тем не менее это вот так вот определяется то есть вот этой вот части у вас практически не видно или ее видно очень мало над этим мы и будем работать несколько слов о игре цвета света и тени и в том числе цвета и здесь я вот что заметила здесь важно не цвет а попадание тени об игры обыгрывание те именно тени и тень может быть конечно натуральный как правило макияжи вы посмотрите для новейшего века там коричневые теплые тона преобладают почему потому что они впитывают впитывают свет больше они отражают и белый конечно самая главная ошибка это когда наносится очень толстая линия айлайна или карандаш или очень толстой подводка делается стрелка и вот это все делается светлым и тогда это все еще сильнее нависает эту линию практически не видно то есть полностью глаз потерян остается только какая-то светлая часть здесь бровь и ресницы даже если их если их видно поэтому здесь нужно конституцию глаза свою знать и также обыграть вот эту вот эту вот саму впадину вот эту выемку опять же к цвету и тени цвет можно использовать любой лучше использовать матовый перламутровыми тенями вы не добьетесь хорошего результата но это не значит что вообще перламутровые тени надо абсолютно забыть и вообще не используйте я вам покажу как лучше если мы сделаем макияж для нависшего века а потом мы используем немножечко перламутров чтобы или или таких блестящих теней чтобы немножко обыграть глаз например для на выход куда-то вы идете и так начнем значит прежде всего это тонкая подводка и подводку рисовать нужно прямо к самому к самому корню ресниц очень тоненько это у меня dior но в принципе любая вы знаете очень много спрашивают какие может быть более бюджетные средства и я знаю что лореаль шикарная косметика все равно лориаль отличная буржуа отличная и я никогда у меня никаких проблем не было буржуа в принципе это то же самое что шанель только более дешевая более бюджетная вот и я рисую очень тонко очень важно не делать толстую линию потому что она у вас уменьшит этот глаз она уменьшит то небольшое пространство который 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 у вас есть на котором на котором можно работать еще что очень важно для того чтобы проработать вот это вот место убрать его вот это чтобы не было видно здесь вот хуже видно потому что эта страна у меня камера здесь я сейчас покажу на этой на этой стороне нужно попробовать можно попробовать вот такую технику во первых нужно делать весь силуэт как бы весь наш рисунок он должен подниматься кверху то здесь у вас если вы посмотрите сейчас я найду свою кожаную кожаную штучку my shadow shield я просто взяла кусок кожи и нужно найти линию вот здесь вот вот я здесь покажу лучше вы видите вот здесь у нас есть такая линия вот так этот идет глаз вот так и если вот так нужно продолжать если вы хотите сделать слегка поднятые это относится к возрастному макияжу и к макияжу с новейшим веком то есть вот эту линию вы проводите как бы ее мысленно дальше проводите визуально вот то есть вы подкладываете в эту кожу именно вот так не так не так а вот по именно по этой линии параллельно вот видите вот так но он не должен у вас переходить за конец брови вот здесь то есть вот вот вы его приподнимаете чуть-чуть делаете раскосом и приподнимаете сверху сейчас мы до этого доберемся вы доводите вот эту до смотрите прямо не вниз зеркало поставьте так чтобы книжку толстую подложить или что вот прямо чтобы вы смотрели и вы от открытым на открытый глаз на свой смотрели они на закрытый и когда вы дошли вот шала тилбер и так делает когда вы дошли примерно до четверти здесь у вас осталось четверть вы вот это поднимаете мне приходится растягивать потому что у меня уже здесь кожа как бы не первой молодости вот когда вы смотрите на себя у вас вот эта стрелка она не идет вниз она идет вот так вот сюда вот это первое первый трюк вот чуть-чуть подтянуть вот так и от кончика глаза ее можно за штриховать вот это первое вот глаз приоткрывается как бы то есть здесь вы видите что я делаю я дорисовываю до моего натурального окончания глаз вообще глаз у меня меньше даже я уже поняла все я все время учусь с ним мне здесь приходится всегда делать больше как бы больше стараться вот и когда вы дошли то есть вы нарисовали тоненько-тоненько вот досюда тоненько очень потом вы посмотрите посмотрели на себя прямо посмотреть на себя прямо когда у вас примерно до четверти дошло видите как здесь я сделала то это все поднимается очень смело совершенно не по вашей линии а вот так вот поднимается к верху вот то есть когда вы будете смотреть на себя у вас этот глаз будет как бы нарисован ровно видите как получается получит он получается во первых чуть-чуть удлиненный и более раскрыты здесь это у вас здесь мы доберемся до этого угла мы этот угол сейчас проработаем с вами вот это вы видите да то есть она как бы эта стрелка более такая какая-то у меня такая задиристая получилась вот сейчас я это сделаю там же шала тилбери просто берет она так вот рисует . тут и соединяет у нее вообще от природы очень малюсенькие глазки маленький-маленький такие и она из них видите что делает и теперь значит некоторые делают так вот просто это вот так вот соединяют здесь чуть-чуть с кончиком и оставляют можно оставить можно затушить затушевать я затушую поскольку я уже первый так вот так сделала вот это у нас будет с вами контур как бы стрелка это обозначающая как мы будем дальше эти глаза рисовать вы видите они чуть-чуть поднялись у меня что-то у меня теперь длиннее что ли на глаза разные иногда вы знаете если у вас увеличительное зеркало с увеличительным как бы вот у меня двойной она такой видите это маленько это обычная это вот увеличительное вот иногда когда не знаешь что-то может быть не так то хорошо посмотреть вот на не без увеличения вот первую я слишком резво подвела к верху ну ничего когда у вас глаза как у меня вы помните знаете что такое мучиться с глазами они у меня разные у меня видимо видимо я когда моя мама беременная была я у нее в утробе так лежала на этой стороне у меня все вот так вот тут цвета я помню на паспорт графировалась когда 16 лет было первый раз у меня вообще вот эта вся страна вот такая с возрастом она маленько у меня разровнялась в общем вот приблизительно вот так это для начала потом мы будем с тенями сейчас будем с тенями работать я возьму он их можно любые в принципе я вот думаю ли серые взять или вот такие вот но возьму я коричневый потому что здесь больше оттенков и они здесь больше матовых шарла тилбери у нее красивые вот эти вот два серых но они не они по-моему такие сатиновые в общем я сделаю вот этот это dior black backstage здесь очень много того с чем можно поиграть самое главное не используйте черный карандаш на нижнее веко я буду использовать серый или можно можно коричневый можно ну вот скажем том ford вот этот карандаш это у меня скончился другой вот такой это мы посмотрим как нам вообще стоит делать или нет или можно даже тенями тенями получается мягче значит пока сейчас я возьму плоскую довольно плоскую кисточку очень хорошенькая вот это вот wingos она ведь такая более-менее плоская и я возьму самый более-менее такой нейтральный цвет вот этот вот он очень хорош для обозначения новой нашей новой складки вот видите если у вас если сейчас я так сделаю вот в принципе вот на виши века но вот так вот будет выглядеть вот если у вас вот это вот этой между между ними не видно вот это вот промежутка то нам нужно в принципе что сделать нам нужно новую сделать границу но границу мягкую но мы это сделаем сейчас пока вот так а потом мы это дело растушуем, потому что растушевка это ключ к успеху смотреть нужно прямо в этом вот успех хорошего глаза, когда вы особенно если у вас нависшее веко смотрите прямо я прям пытаюсь, но у меня тут вот здесь уже можно вот когда вы какие-то неровности такие визуально видимые вам привели немножечко в порядок, то уже можно опять на увеличительное стекло перевести архитектурные неточности и начинается вот выстраивание вашей как бы новой вот этой складки опять же об игре света и тени то что у вас выходит и вам нужно это сделать поглубже вы конечно используете потемнее цвета матовые желательно и вот теплые цвета они вот этот как бы транзишнл переходный цвет он подойдет к любому макияжу не обязательно это должен быть теплый он и к прохладному подойдет это очень близок к натуральному цвету это просто создает этот цвет тени вот если цвет тени посмотреть вы видите вот тень она же не серая она не коричневая она такая вот именно более темная ваша вот видите цвет тени вот вот он он поэтому вот эти цвета очень важны вот ну и мы будем использовать перламутр попробуем сделать так знаете уже можно в принципе вот это может быть даже на ежедневном макияже достаточно не обязательно тут много чего делать вот очень важно линия это в линии дело дело в том что вы вот эту линию делаете попрямее и углубляете то есть вашу складку вот эту вот вы ее делаете повыше я помню я смотрела свой макияж я посмотрела свой макияж для новейшего века да внешний там что-то 500 тысяч что ли просмотров и он мне не особенно понравился я туда поставлю ссылку на этот если он мне понравится в принципе вот еще еще есть такая штука я вам сейчас покажу и я иногда это делаю но редко значит делается вот так вот эта же самая стрелка вот здесь дорисовывается обратно в обратном направлении это очень требует аккуратности здесь у меня не особо сильно получилось хорошо так но идея вам здесь надо вот единственное что потом нужно это конечно сшивать так делает кейт мос я посмотрела на ее некоторые снимки некоторые снимки и вот сюда но это для более интенсивного макияжа это для более интенсивного то есть здесь вам нужно более темное здесь вам нужен более темный цвет на на самом на сами веки кстати палочка хорошо сшевывается я вообще не очень люблю честно говоря сами стрелки поэтому у меня это не всегда я их редко делаю это я сейчас растушую все если очень аккуратно делать вот эту стрелку ее можно и оставить но у меня это аккуратно не получается при всем при том потому что я это редко делаю это можно на собачьице конечно и делать хорошо я возьму более темный цвет вот этот и вот сюда вот это ви зона вот это ви вот она вот в этом заключается убирание вот этой новейшей части вот здесь с этой стороны видите здесь я уже сделала а здесь еще нет видите она более у меня такая в общем-то здесь же заключается в том в этом же и заключается возрастной макияж он конечно может быть совершенно помягче посветлее можно цвета взять но вот эта часть она уберется у вас только вот за счет более затемненного цвета сейчас покажем как как я например использую перламодр я когда вот такой макияж делаю как я использую перламодровую часть вот лучше взять большую пушистую кисточку для растушевки это вот это у меня номер 3 по-моему wingos она очень хорошая мягкая чтобы не было этих границ в принципе вы знаете вот как я уже сказала кому-то нравится просто здесь вот немножечко посветлее но вот эта стрелка обратная вот сюда если вы ее аккуратно нарисуете если вы больше стараться будете делать я давно уже не очень не делала очень давно то вы как бы у вас получится каждом разом лучше и лучше существует как бы я считаю что это неправильное мнение что для глаз с навейшим веком нельзя делать smokey eye конечно можно но нужно но осторожно что я имею ввиду вообще smokey eye они конечно здесь вот на слизистую накладывается тоже карандаш темный там или тени да темные карандаш как правило и это сразу же зрительно уменьшает глаз и поэтому если у вас глаза маленькие и еще они у вас с навейшим веком поэтому это будет это не сыграет вам как бы на руку вот поэтому я считаю что можно обходить без нанесения на слизистую серый и вот здесь снизу сделаю можно сделать коричневого а можно немножечко добавить серого и помягче это ломком ломком хорош карандаш вот и рассушевать или или можно я сейчас то и то сделаю или можно маленькую вот такую плоскую кисточку не очень темную темную вообще полегче тут тут легкость нанесения важна очень вот и помните про линию да вот про эту вот так вниз не тяните это что мы здесь можем сделать с перламутром например если я возьму шарлот силбери вот эти рокчик серые тени я их очень люблю здесь есть такой сероватый слегка он слегка сероватый вот такой цвет светлый вот можно в принципе это даже делать пальцем вот на эту часть вот здесь перламутр вам совершенно не помешает на этой части глаза и можно даже вот чуть-чуть в уголок возьму вот такую плоскую кисточку также вот этот светлый перламутровый можно даже из диора взять этот такой посветлее и вот прям под бровь вот сюда очень очень чуть-чуть очень чуть-чуть чтобы у вас просто вот это расстояние между бровью и вот этой складкой которую мы новую сделали вот оно чуть-чуть увеличивается видите побольше становится если вы туда немножечко перламутр под самой а еще я покажу сейчас как я делаю тут главное широкую не делать ее можно ее нужно прям маленькую еще я делаю как я возьму хайлайтер вот этот который сломала я обзор делала помните сломала вот хайлайтер вот этот и вот я просто делаю вот прям берется широкая кисточка вот такая она для румян вообще вот и обе части брови сразу же вот у вас здесь будет как бы отражение света бровь выделится все равно она не за хайлайт она не замажется потому что она же это же волосы вместе я не доделала на эту часть светлую шалат силбер опять я возьму вот такую и вот можно пальцем даже то есть высветление вот этой части оно никогда вреда не принесет перламутр он совершенно не убьет ничего он если его наносить не на все века и только вот сюда вот на внутреннюю часть и вот на может примерно вот первую половину первую часть вот этого века вот здесь немножко мне больше сюда добавить надо то есть то есть вы смысл поняли да это естественно убирается темным и приподнимается сама линия вот этой складки и все вот я сейчас для сравнения вам сделаю темную линию на слизистой и вы увидите какую это делает разницу большую разницу делает ланком хороший черный карандаш вот сейчас я вам покажу и вы увидите насколько вот этот глаз будет сразу меньше чем этот хотя в принципе когда вы делаете смоки то вот он конечно добавляет драмы и все такое вы видите вот этот глаз меньше хотя он драматизма очень сильно даже добавляет вот тут я не прокрасила вот я что значит не профессионал девочки вы уж меня не ругайте как могу так делаю вот видите на слизистую нанесение глаза делает меньше сейчас я это уберу тут мне написал очень добрый комментарий обязательно надо слизистую красить а то как старуха откуда вообще какие-то мысли странные у людей есть а то как старуха все сейчас я доделаю ресницы тушь и все ну вот и все вот и наш макияж для глаз с новейшим веком в то же время это и возрастной макияж потому что он у нас видите как поднял единственное что для возрастного макияжа уже кому за скажем так за 60 я бы не рекомендовала красить нижние ресницы или по крайней мере красить их много потому что это отяжеляет взгляд а так в общем-то вот эту технику можно использовать и при возрастном макияже при макияже для новейшего века и так далее в общем-то на каждый день и в зависимости от того это у вас ежедневный макияж или это на выход вы можете добавлять или не добавлять из перламутров в те места которые я вам показала и интенсификацию цвета уже выбирайте сами в зависимости от того как как вам нравится это все ну все вот на этом я заканчиваю в эти праздники завтра я на работу и у нас с вами еще представят очень много всяких разных видео в том числе новая палетка байтерий в том числе новые штучки которые мне приходят я заказала кое-что от байтерий и от сисли и я вам покажу когда это все придет обязательно поделюсь желаю всем хорошей недели по-моему в России отдых сейчас еще целую неделю наслаждайтесь экспериментируйте с собой гуляйте побольше обязательно дышите свежим воздухом чтобы вы себя хорошо чувствовали и прекрасно выглядели всегда ну пока